Ну что ж, действительно это правда. Дефицит B12 приводит к тяжелым нарушениям, во-первых, и процесса кроветворения. Значит, так вот, тем не менее, есть люди, у кого дефицита его нет, а есть те, у кого есть дефицит. Причем это не только веган и вегетарианцы, но и мясоеды, и всеяды, и кто угодно. Потому что главная его причина, как и анемии, любой железодефицитный, иной анемии, другая причина главная. Я об этом постоянно говорю в своих лекциях. Вот если к врачу приходит мама, папа, и вот у ребенка анемия, или папа, у мужчины, мальчика анемия, но у него нет при этом больших кровопотерь, вообще кровопотери нет, то единственная причина, как правило, кроме редчайших заболеваний, единственная, это паразиты. Дорогие друзья, если вы не смотрели, ну посмотрите мою лекцию, вот любую, найдите у меня в блоге на канале ютуба о паразитах. Я имею в виду червях, ленточных, круглых, плоских червях. Дело в том, что, например, острицы, ну извините, ну не острицы, а аскориды, например, либо многие иные, вот питаются непосредственно кровью. Ну, кровью, вот те же шестосомы, например. Но заразиться ими очень просто, и практически у всех они есть в той или иной мере, те или иные виды, потому что правила гигиены мы не соблюдаем. В всяких прудах, кто купается, не пойми каких, где много людей, и застойная вода однозначно есть паразиты, те же шестосомы, там и по берегам анкилостомы и прочее. А аскорида взрослая, она в кишечнике живет, пьет кровь непосредственно. Одна аскоридка маленькая, 30 мл в день, 10 аскорид, 300 мл в день. Будет железо-дефицитная или иная анемия? Будет, мало будет, гемоглобин, желе, конечно. Так какие проблемы, АБ-12, скажите, когда кровь бывает? Конечно, потери огромные. А если, например, широкий лентец в кишечнике или бычий цепень, взрослый, который может быть до 10 и более метров, червь, будет, скажите, если он всей своей поверхностью, пищу, которую мы едим, всасывает питательные вещества, будет еще какой? Очень часто диагноз или констатацию, вернее, факта, вот врачи ставят, что, например, железо низкое или там анемию ставят, но если при этом врач вообще не понимает, каковы причины могут быть, и даже не гонят своего пациента срочно сдавать анализы на паразитов, а они вполне могут вызвать эти как раз, и, как правило, вызывают низкое содержание железа, так сказать, и так далее, анемии различные, железодефицитный анемии, то этот диагноз не может быть действителен, потому что врач даже не предположил основную из причин, не, так сказать, не проверил этот вариант возможный. То есть, поэтому мы просто должны знать, что от чего может быть, и, как правило, так сказать, очень это складывается в несколько таких параллельных вариаций, которые мы можем рассказать, и люди просто будут знать, на что даже самим, как говорится, обратить внимание, на что попросить врача даже провериться. А вот что есть разные системы, есть очень интересные системы очистки, есть глубокие, которые ни в коем случае неподготовленным людям не стоит делать, типа системы Морица, которые очень хорошие на самом деле, но сначала надо обязательно избавиться от паразитов, пройти антипаразитарную комплексную программу. Кстати, дорогие друзья, скажу вам для наших зрителей, что всё-таки я, если мы говорим не только о взрослых формах тех или иных гельминтов, которые в кишечнике, которые, конечно, и листья черного ореха способны удалить, а когда и полынь, пижма и так далее. А я говорю о серьёзной гельминтизации внутри тканевой, когда личинки в определённой стадии, когда цисты. И вот есть средства, я про это подробно рассказываю, такое вещество хиномоноза, которое содержится в лисичках, гриб-лисичка, которое способно расщеплять даже оболочки из гельминтов, прерывая циклы. Это самое сильное на планете средство в этом смысле. И если совместить эту методику, она у меня подробно изложена в моём мини-инфопродукте номер 14, вот с этой системой питания, скажем, организма необходимыми комплексными веществами, а это совместимо абсолютно, то это будет просто изумительная, мощная и абсолютно полная антипризитарная программа, плюс поддержка организма, вот эти самые сорбенты, которые позволяют на ночь, особенно если принимать, типа белой глины, там, например, да, выводить яды, токсины ночью. Фокус тот же, который содержит все вообще минералы, это друг другу не только не противоречит, а дополняет абсолютно, потому что это пища. Так вот, что касается сборки эритроцитов в красном костном мозге, а именно сборка эритроцитов там происходит, именно, знаете из чего? Из хлорофила гемоглобин, как бы, сборка происходит. Каким образом? Замещается атом магния, который в хлорофиле встроен, значит, на атом железа, который взят будет из организма путем посредника именно кобальт, кобальт, вот этого как раз кабаламина. Поэтому, и кстати, одно количество 519 атомов в этой молекуле и в хлорофиле, и в гемоглобине, и в цианкабаламине. Представляете, как природа интересно предусмотрела, и вот это именно конвейер сборки, об этом тоже раньше многие не знали, не говорили. Но я об этом подробно рассказываю по кровотворной системе в лекции. Так поэтому правильно, бледные губы, малокровие, анемия, вот как раз да. Ну, кроме того, B12 обеспечивает синтез липопротеидов и мелиновой ткани, о чем мы уже говорили. Вот, поэтому дефицит B12 как раз сопровождается развитием мегалобластической анемии. Вот тут надо подчеркнуть именно данной формы анемии. То есть, бывает там железодефицит, но это мегалобластическая форма эритроцитов нарушена. Вот, они неправильного размера, конфигурации. Кстати, это хорошо видно, может быть, на темнопольном микроскопе, так называемый метод гемосканирования. Потому что если биохимический анализ, общий анализ крови показывает, это количественные параметры крови, характеристики, да, то гемосканирование показывает качественные характеристики, понимаете? То есть, размер, конфигурация, слипшиеся нет и так далее. Ну, что далее надо сказать? Да, в природе B12 синтезируется только микроорганизмами, это надо понять. Поэтому, когда мы говорим о том, что некоторые вот сыроеды, веганы где-то услышали, прочитали, что надо есть, допустим, немытые овощи, фрукты, зелень. Но, во-первых, если вы едите немытые где-то непонятно что, особенно, не дай бог, если это на огородах, пусть даже органическое, супернатуральное, но удобрялось навозом коров, то там будут обязательно яйца гельминтов, которые потом в обязательном порядке в зелени будут, прилипнут. Зелень, как правило, люди не моют и заносят все паразитов, дальше имеют проблемы. Второй момент. Значит, просто в природе B12 нет в виде пыли на растениях, на плодах. Почему? Потому что только он синтезируется специфическими группами микроорганизмов, которые живут в кишечниках животных. И поэтому это вообще-то симбиотический такой симбионтный витамин, то есть кишечная микрофлора является симбионтной для всех живых высших организмов животных на нашей планете. И поэтому синтезируется и у муравья, и у муравьеда, ну и так далее. Хотя, конечно, муравьед, понятно, хищник, поскольку муравьев слизывает, да, и, безусловно, может усваивать напрямую. Но у всех животных есть не только напрямую возможность усвоить витамин B12, натуральный, органический, но и синтезировать, если есть кишечник, потому что там обязательно живет симбиотическая кишечная микрофлора. Но если мы поколениями и с рождения едим вареную и жареную пищу, то, безусловно, у нас нарушен процесс, вот как бы гармония между симбиотической кишечной микрофлорой и патогенной, которая как раз необходима, патогенная для того, чтобы перерабатывать, человек умер не сразу, сразу не умер, перерабатывает она вот эту вареную и жареную пищу, она переработает донатурированные белки, съеденного мяса там и так далее. И перерабатывает до аминокислот, в том числе, она помогает как бы пищеварительной нашей системе, она живет-то для себя, но она как бы и помогает. Но она все же не симбиотическая, потому что вред нам тоже приносит. А какой? Ну, в виде побочных своих продуктов распада, яды, токсины, потом есть там бактерии гнилостные, которые, собственно, выделяют и аммиак, и, так сказать, метан, и другие газы. И, соответственно, вот как раз запах, ну, понятно, у людей, в основном, кто ест мясо, он, особенно после похода в туалет, совершенно не тот, что у тех, кто это не потребляет, несвойственный человеку продукт, так называемый, хотя это не продукт питания, мы его так называем, но съесть-то можно и калоши, он благодатный, у Ленинграда ели и крыс, но это не значит, что вот это мясо крысины нормальным является. Любой человек не считает его нормальным. Но почему-то мясо коров считает лишь потому, что он так привык. Если не обманывать себя, вот задаться вопросом, а почему-то, потому что мы привыкли, просто что это есть, а вот специально их разводят для этого. Но вдумайтесь, что вы едите. Мышечную ткань трупов убитых животных. Ну, так сказать, польза какая? Никакой пользы не будет, будет всегда вред. А другой вопрос, что вот мы говорим сейчас об Э12, потому что это такой очень, я бы сказал, такой типа железный аргумент у вот этих товарищей. На самом деле он не железный. Именно этому и посвящена сегодняшняя моя такая вот, скажем, лекция, передача.